Привет, друзья! Привет, Ани Сябры! Привет, друзья! Сегодня пятница, это значит, что мы должны снова встретиться на канале Longplay. И этот ролик должен был стать особенным, потому что сегодня у нас сотый юбилейный выпуск. И отчасти, как видите, особенным он и стал. Нет войне, можно было бы написать в инстаграм или в сообщество сегодня, но я не могу, я не хочу, и я не имею морального права не только молчать, но и говорить абстрактно о вещах, которые нужно называть своими именами. Когда теперь уже открыты, военные снаряды российских войск летят в города Украины. Независимого государства, которое я за свой 31 год изъездил вдоль и поперек, где я совершенно спокойно мог где угодно разговаривать по-русски, и разговаривать на родной белорусской мове, и с властной волей моих безжедной проблемой спелкуватусь украинскую. Прекрасной страны красивых, талантливых, ярких и свободных людей, а не фашистов, как твердят с телеэкранов те, кто таковыми на самом деле и являются. Привет, друзья! Говорю я вам сегодня сотый раз на этом канале. И это не пустые слова. И я отказываюсь верить, что среди вас, моих друзей, найдутся те, кто найдет хоть малейшее оправдание этой агрессии. Каждому украинцу я бы хотел пожелать спокойствия и стойкости. Но этого вам не занимать. Это уже далеко не первое испытание на вашей прекрасной земле. Каждого адекватного россиянина, а таких я уверен, большинство, я призываю не молчать и сообщать всему миру о своем несогласии. А каждому, кто захочет со мной поспорить, упрекнуть меня, как под копирку спросить, где же я был предыдущие 8 лет, когда вы даже двух за мной не следите. А если вы следите вообще, вы имеете на это полное право. Но в минуту, когда нам всем нужно хотя бы информационно объединиться, чтобы не случилось еще худшего и еще более непоправимого, это не имеет никакого значения. Берегите себя. До новых встреч. Вот такой вот сотый выпуск на нашем канале.